Дом возвести не лапти сплести. Видимо, некоторые строительные организации республики, которые срывают все сроки сдачи своих объектов, понятия не имеют, сколько ресурсов, материальных и финансовых, необходимых для того, чтобы вовремя построить и ввести в эксплуатацию здания. Так в деревне Шоля, Красночитайского района республики, уже долгое время строится сельский клуб. Сдать его должны были 20 ноября. Теперь подрядчик называет новую дату 20 декабря. Подробности в нашем сюжете. Жители деревни Шоля и Липовка Красночитайского района республики свой будущий клуб, а сегодняшний долгострой, уже давно называют самым ожидаемым новосельем. Прежнее деревянное здание сгорело 4 года назад. С тех пор сельчанам негде отмечать большие праздники. За то время, когда не стало клуба, с 13 по сей день, много неудобств вышло для населения деревень. Две деревни у нас, Липовка первая и Шоля. Раньше, когда клуб был, молодежь постоянно собирался в деревне на Новый год, на праздники разные. А когда клуба не стало, начали в город уезжать. В данное время хорошо работают. Надеемся, что к Новому году они сдают вот этот клуб. И мы надеемся, что встретим Новый год в клубе. Но подрядчик никак не может завершить работы и кормит местных жителей, а заодно и журналистов обещаниями. В числе 20 декабря будет официальное открытие клуба. Мы его сдадим до Нового года. Контракт истек только получается 20-го. И пеня идет, надо считать. В этом году очень большая проблема была с финансированием, поэтому задержки есть. Масштаб проблемы местные власти осознают очень даже хорошо. И не скрывают, что этот клуб – один из самых проблемных объектов в районе. По выполненным работам мы всегда вовремя переводим деньги. Потому что какую работу они выполняют, представят нам документы, и мы переводим деньги. Потому что каждый ежедневно фотографируем здание клуба, сколько они поднимаются. Факт выполненных работ налицо. Заказчикам очень тяжело работать с такими подрядчиками. Потому что как будто кот в мешке. Кто? Как? Что? Вот сейчас сколько вводимся. А так у него срок уже истек. По контракту должен был завершить и сдать объект. 18-го должны были завершены. 19-го числа должны были сдать объект. Вот сейчас у них уже как бы просрочки идут. На сегодня рабочие лишь возвели стены и закончили класть плиты перекрытия. Начали завозить стройматериалы для крыши. А ведь еще нужно эту крышу постелить, установить окна, двери, проштукатурить внутри, не говоря уже о благоустройстве территории. Чтобы уложиться в срок, на объекте должны одновременно трудиться несколько бригад, которые параллельно будут устанавливать окна, штукатурить, шпатлевать. Удастся ли застройщику найти такое количество людей – большой вопрос. Галина Дитарчук, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Юрий Марков, Республика.